Добрый вечер, уважаемая публика, которая собралась в гостиной «Дома актёра». Спектакль, который будет сегодня представлен вашему вниманию, как он родился, кто его создал, лучше меня расскажет о нём главный режиссёр театра «Эрмитаж» Михаил Левитин. Этот человек – главный человек для нашего театра, помимо Чаплина. Там даже если вы появитесь в этом новом пространстве, временном нашем пространстве на Арбате, пока она там строит что-то в саду, если строит, то вы увидите его на стене, и он везде, «Энгебаров». И когда был курс мой, я всё время говорил об «Энгебарове», «Энгебарове», «Бесконечно», которого немножко знал, но чуть-чуть знал, и внедрялся как мог в эту дужу замечательную. И даже пробовал репетировать что-то с Женей Кулаковой, с нашим артистом. Пробовал, пробовал, что из этого получилось, не знаю, но где-то мы это однажды сыграли. А потом девочки, вот мои выпускницы того первого набора гидического, они сами вот такую импровизацию на тему «Энгебаров» как бы и организовали, поставили, не знаю, как сказать. Я не знаю, как сказать, потому что мы все ждём чего-то совершенно удивительного, а я их всё время учу не удивлять. И это первое, что я говорю, когда они приходят. Я говорю, занимайтесь другими. Вот занимайтесь Энгебаровым, занимайтесь другими, не занимайтесь собой. Ничего не получится. Если получится, время покажет, что получится. Мне показалось, что в этот раз, что они и занимались собой. И наивные, очаровательные новеллы Лёния Гибарова, они совпали с душами этих чудных людей. Скажу вам об этом человеке, об Энгебарове, как понимаю, скажу чужими словами. Говорят, у него были сложные отношения с Юрием Владимировичем Никулиным, как руководителем церкви. Но когда умер Энгебаров, Никулин написал. Это был единственный клоун, которого я знал. Единственный клоун. Это был единственный клоун. Если они немножечко им так подышат, и вы тоже, я буду очень рад. Очень рад. Спасибо. 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 Короткие новеллы сейчас в моде. Я написал своё первое произведение, короткую новеллу. Такую. Встреча. В это раннее утро. Она бежала к нему навстречу, раскинув руки. Она обняла меня и сказала, ты мой, над ними цвело солнце. Я отнес своё произведение в редакцию молодёжного журнала «Прыть». Редактор в очках лет двадцати долго и внимательно читал мою миниатюру. Ну что, старикашечка, неплохо. Встреча – это здорово. Просто какая-то повестуха. Ну, ты понимаешь, старичок, сейчас так не пишут. Сейчас пишут коротко, сжато, как… Ну, в общем, ты понял. Отсекай всё лишнее, не жалей себя и давай, приходи, старикашечка. Я пошёл домой и стал отсекать. Начнём, сказал я себе. Встреча в это раннее утро. Стоп! Что значит раннее? Что утро бывает позднее? Да, Ольга. Долой. Она бежала к нему навстречу, раскинув руки. Стоп! Что значит к нему? А к кому же ещё? Ясно и так. И потом, раскинув руки. Ну, вот как будто на ветру раскинуть ещё что-нибудь. Вычёркиваем! Вычёркиваем же! Ты мой. Ну, не могла же она сказать, он мой. А если мы вычёркиваем ты, то при чём здесь мой? Кого и что мыть? Над ними. Нет, мне это нравится. Но вот как будто можно, чтобы солнце цвело под ними. Наутро. Я принёс редактору следующее. Встреча. В это утро она бежала, она обняла его, цвело, солнце, дядь, неплохо. И название есть. Но есть длиноты. Украшения, понимаешь? Цвести могут одуванчики, кактусы, орхидеи, лопухи, а тут солнце. Старайся меньше объяснять. Доверяй нашему читателю, старичу. Я снова взялся за перо. Ничего не объяснять. Что он, дурак, что ли? Читатель наш. Старички это наши. Вот как. Встреча. Утром. Она бежала. Потом я подумала. Она бежала. А он что, стоял, что ли? Городька. Сильно. Ничего лишнего. Встреча. Утром. А может так? Утро или ут? Нет. Лучше. У. У. Я написала рукопись и положила ее редактору на стол. Встреча. У. Дед, ты знаешь, это звучит. Но много, много. Это и первый лепет дитя. У. И утро страны. И готов к паровозу, и у груза агрессора, давай, работай, дедуля. Я заплакал. И пошел домой. Сокращать ум. В нашей жизни мы повсюду сталкиваемся с рекламой. Самый разный, в самых неожиданных местах, по радио и телевизору, на стенах, заборах, а порой даже на небе. И кажется, ничем нельзя нас убедить. Пить или не пить. Курить или не курить. Пользоваться и хранить. Звонить и летать. Выгодно, удобно, питательно, дешево, полезно, безопасно, быстро и вовремя. Ой! Кажется, ничем нельзя нас удивить. Но сегодня утром я вдруг увидела совершенно потрясающую рекламу. У нас во дворе, в углу, на свежевыкрашенной стене гаража, мелом было написано. Витька. Плюс. Люда. Любовь. Вот эта реклама не убеждала, не звала, не напоминала. Но она сообщала и раскрывала великую тайну, над которой бьются поэты и философы. Тайну возникновения. Любовь. Смотри на плюс. Нерасчетливый минус, кто больше. Некорыстное вложение на сколько раз. Немелочное деление, дающее только часть, а плюс. Безграничный, щедрый, соединяющий двух обыкновенных людей, дает фантастическую сумму. Любовь. Пользуйтесь знаком плюс. Я сбегал домой за мелом и написал на другой стороне гаража. Лёнь-ка. Плюс. Плюс. Ну и вот тут я задумался Нет, конечно, все правильно Реклама есть реклама И она не должна отвечать за каждого в отдельности Вечером я снова пошел в угол двора Чтобы посмотреть на гараж Я думала, вдруг Возле гаража хлопотал хозяин Еще молодой, но рано повзрослевший Завидуешь с него? Сказал, промахая замками Да, очень! Ответил я и обошел гараж со всех сторон Но он был свежевытый И скучный Как его хозяин Я снова один Это мучительно Это жутко Будущее кажется совсем беспросветным Удивительно трудно Да и не очень-то это много Быть одна Рядом нет любимой женщины Которая бы согрела Приютила бы тебя в трудную минуту И уже, наверное, больше не будет Это горькая истина А завтра мучительно трудная Каторжная работа Настась еще цену Которую знаешь только ты сам И так ничтожен будет успех Если он, конечно, будет За то, как страшно Поражение Мой зритель Я верю в то Что ты должен быть добрым Вот о чем ты сейчас думаешь Ты Который пошел на меня смотреть Ну точно же не обо мне А если не обо мне Ведь тебе в голову не придет Как одинок Как не хочется жить этому кровью Да и голодно тоже Как же так Что любовь И громадная требовательность К любви Приводят к разрыву Вот ты Ты понимаешь, что я абсолютно Абсолютно одинок Как мне объяснить Моей любимой женщине Что я Не могу Простите ее обычного Человеческого Женского прошлого Да потому что Для меня ее прошлое Настоящее и будущее Это одно Я любила ее в тот день Когда она родилась И буду любить До дня ее смерти И все Что с ней произойдет За этот промежуток Касается меня Все я воспринимаю Как Как если бы это случилось Сегодня утром Не понимаю Не понимаю Ваших Законов Вашей Морали Вашей Любви Взрослой Я не знаю Как я буду жить В вашем мире Я жить не смог А в своем Я совсем один Марин Вышли На ринг Вышли На ринг Вышли Боксер Н И боксер Судья Тоже Н Позвал их На середину И скомандовал Бокс Боксеру Боксеру Было как-то Не по себе Что судья Тоже Н И судья От этого Немножко Боксеру 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 Т Ему казалось Несправедливо Два М В одно Т И от обиды Он ударил Одного из М По голове Боксеру Боксеру Закрались сомнения Какое именно Н Он ударил Ну и от которого Он ударил Закружилась голова И он стал думать Если я Н боксер Сразу отвечу Т То он подумает Что я ничего не боюсь А с другой стороны Почему я так долго не отвечаю Может быть и я Н судья Но если я Н судья То я должен Не спорядить Первое Сударь судьи Подождем Что будет дальше А судья Н Совсем Простерялся Мне было обидно Что Н Ударили А он не отвечает Он все-таки Сам был Н Давно его место Ударил Решил Н И ударил Ну естественно Не Т Чтобы не подумали Что он подслуживает Один из Н Упал Тогда Т Ударил Оставшегося По голове Один из них Судьбя А ведь рукаву Хочешь Станет плохо И тогда Т Т Упал С краешку Тогда Н Который был Посередине Встал Ну раз он Посередине И скомандовал Ну че Он до сих пор Судит Представляете Как ему трудно Уважаемые пассажиры Продолжается посадка На скорый поезд Номер 7 Ветергород Севастопы Отправление В 20 часов Поезд находится На платформе Номер 5 Правая сторона Нумерация вагонов Начинается Со стороны Москва Продолжается посадка На скорый поезд Севастопы Ветергород Севастопы Правая сторона Ветергород 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 Люблю праздники! В празднике многое можно позволить себе из того, что нельзя себе позволить! Убудите! Вспомните! С вами, наверное, не раз такое скучалось. Вы приходите к своему дорогому и родному человеку и говорите ему «С Новым годом!» А он смотрит на вас и понимает, что вы ему сказали! Я вас люблю! Вы для меня дороже жизни! Праздники многое облегчают! Ну, вспомните! Христос воскресе! Мол, подождали бы с детьми хоть пока! Но вообще, праздники бывают не часто, но бывают! И если вы, как и я, не очень смелый человек, то приберегите для себя! С Новым годом! Я без вас не могу! Да здравствует День Шахтера! Жду вас вечером! Тройцин день! Я вернусь! Ну и, пожалуй, самый простой! Добрый день! Желаю вам всего светлого и хорошего! АПЛОДИСМЕНТЫ Желаю вам всего светлого и хорошего! АПЛОДИСМЕНТЫ Нет! Вы не знаете, что такое чужая квартира. Для этого надо родиться или вором-домушником, или артистом цирка. Только в этом случае вы поймете всю правоту народной мудрости, чужая квартира, потемки. Представьте себе, вы приезжаете на гастроли с цирком в прекрасный южный город. Что ни шаг, то фигус! Море пахнет аптекой! А из каждой собачьей будки торчат загорелые ноги курокников. Вас встречает администратор, который заикается, косит правым глазом, жалуется на нехватку кормов для зверей, на ишиаз, на погоду и на вас! Что вы так рано приехали! Вы все терпите! На следующее утро, после того, как вы переночевали в красном уголке цирка, укрывшись стихотворным плакатом, «Крутившим сальто впредь! Будь ты в профсоюз! Плати! Не позабудь!» Вас ведут на квартиру и знакомят с хозяйкой. Она видит ваши длинные волосы, костюм нездешнего покроя. «Да...» — говорит она, поджимая губы и собираясь с мыслями. Вам сообщается, что вы не имеете права на примерно 20 или 30 пунктов в зависимости от эрудиции хозяйки, в которые не входит только связь с африканской контрразведкой, сеансы спиритизма и операции коленного сустава. Все остальное в квартире делать нежелательно. Вам, скрипя сердце, выручает связка ключей и отмычек, с помощью которых вы будете попадать в свою комнату после работы. И прочитывается сравнительно краткая, но содержательная инструкция. А он, как это делается? Подойдя к двери, вы должны обнаружить справа зарешетчатое окошко. Вооружившись небольшим полуметровым нагром, который вам выдан, вы просовываете руку сквозь решетку и внизу цепляете ушко засова запирающего дверь. Затем простым движением от себя вправо и вверх, конечно, под углом 25-30 градусов, вращая руку против часовой стрелки, вы отпираете засовку и попадаете в прихожую. Запираете засовом дверь, идете прямо на лево соседи и попадаете на кухню. Ключ от вашей комнаты будет находиться в третьем ящике кухонного стола справа, ключ от ванной под цветочным горшком, ключ от бурдон туалета под холодильником. Свет в ванной включается у вас в комнате для удобства. Свет в туалете включается в ванной. Не перепутайте, ваш выключатель находится посередине. Ох уж эти соседи! Как видите, все очень просто. Вы благодарите хозяйку, но главное крыша над головой есть, и спешите в цирк на премьеру. Премьера проходит всегда удачно. И это не удивительно, ведь вы уже десять или пятнадцать лет ежедневно делаете один и тот же номер. Отметив удачу в буфете двумя-тремя стаканчиками местного разлива и закусив прошлогодней сардинкой, вы по ночным улицам спешите домой. Вот эта улица, вот этот дом, квартира такая-то, номер такой-то. Теперь в силу вступают указания об отмыкании замков и засоров. Довольно успешно справившись с этой миссией, вы попадаете в свою комнату через каких-нибудь тридцать-сорок минут, достав из чемодана походную аптечку, замазав и перевязав синяки и раны, полученные в кухне и в прихожей от острых углов, вы, уже вооруженные опытом, отправляетесь в обратный путь, чтобы снова запереть все двери на ночь. Под утро приходит желанный сон. Вам снится успех на международном конкурсе клоунады, вы выигрываете гран-при десятки господентов и фото репортеров, сотни поклонниц, буквально разрывают вас на части, они хватают вас за руки, трясут за плечи, дергают за воротник, бьют по щекам. Вы открываете глаза и видите участкового милиционера, а из-за его спины показываются сонные полуодетые люди, все вас подталкивают, помогают одеться и ведут в ближайшее отделение милиции. А через полчаса приходит на выручку администратор со скорбным лицом, который жалуется на Ишиас, на судьбу и на вас, что вы хоть и правильно запомнили номер дома и квартиру, но перепутали улицу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Ты только не бойся! С тобой никогда ничего не случится. Потому что у тебя твое сердце. Одно из них дала тебе твоя мать. Она это сумела сделать потому, что 19 лет назад сумела полюбить. Даля тебе ярко. Влюблень. А второе... Даля тебе ярко. Носи! В груди! Мое жальное сердце! Ничего не бойся! Если в воздухе на секунду Замрет одно, То рядом забьется второе. А за меня не волнуйся! Мне легко и прекрасно идти по земле. Это понятно каждому. Мое сердце В твоей груди. В твоей груди. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мать долгие двадцать лет мечтала, чтобы ее сын был не как все. Сама она родилась и выросла в Марьиной роще, и все у нее было, как у людей. Трудное детство, восемь братьев и сестер, война и муж, погибший на фронте, и голодные послевоенные годы. Все, как у людей, живущих в Марьиной роще. И страстно она хотела, чтобы ее сын был не как все. Правда, фантазия матери выбора профессий для сына. Дальше переводчиком где-то в посольстве не шла. Да и трудно это, знаете ли, тренировать фантазию, когда тебе едва исполнилось двадцать лет, а ты уже шьешь по двадцать часов в сутки варежки. С большим пальцем на правой руке. Ну, такая уж мода была во время войны. И когда эта мода прошла, и Марьяна роща снова зацвела своими скверами, когда еще не успели поставить в кооперативной коробке, мать за те двадцать лет сумела вырастить сына. На последние греши покупала книжки, на чтение у которых у самой не оставалось времени. Одев очки, она читала мало знакомые прекрасные имена. Антон, Андерсон, Даня, Куприн. И, пожалуй, самое сложное. Антуан де Сент-Экзюперин. Ну, разве выговоришь? А сын вырос. И по старой традиции Марьяна роща прекрасно бил обеими руками не только на ринге, был дерзок и смел в своем непонятном, то ли театральном, то ли еще каком-то искусстве. И когда старые профессора ставили в пример его воспитанность и скромность, они не удивлялись, что его мать кончила всего четыре класса. Они видели ее руки. И для матери наступил счастливый день. Сын, который зарабатывал неплохо и на которого не могли насмотреться соседи, сделал для нее главное. Принес то, что она долгие годы ждала. То, чего не имела ни она сама, ни ее подружки. Диплом о высшем образовании. Мать стояла у корыта, а тетка Фрося сидела у скамейки и лузгала семечки, в то время, как сын, пританцовывая, ворвался во двор. Держи, ба! Вщу! Скоро буду! И убежала. Мать вытерла руки, раскрыла диплом. Неброшенные слезы скривили ее и весь двор. Что там такое? Спросила тетка Фрося. Ну, чего ты расстраиваешься? Ну, небось это тоже профессия. Кое-дем. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ни я один люблю этот город той любовью, от которой щебет сердце. И кажется, что если не дотронусь, дайте встану к стену сейчас же, сию минуту, то просто разрыдаюсь. Я сейчас спрашиваю себя, почему я люблю этот город? Почему я влюблён в Малостранскую площадь? Почему от Латвии у меня нет секретов, а у Висла я как дома? Может быть, потому что там меня любят и понимают, потому что... А может быть, потому что когда я вижу любой вокзал в любом городе, я вспоминаю Пражский вокзал. Ты идёшь вдоль перрона, вслед за уходящим поездом. Твои огромные от горя глаза полны слёз. И ты шепчешь, ахой к лупу! Прощай, малыш! Я... Карманный воров! Нет! Нет! Я король карманных воров! Я богатый счастлив! Я... Почти что счастлив! Жалко только, что никто не носит сердце в кармане. Я... Человек, как парашют! Главное – вовремя раскрыться! Раскрыться рано, в общем-то, неплохо. Висите высоко над всеми, и все удивляются. Вон он какой маленький, а уже так высоко. Но к этому быстро привыкают и перестают даже смотреть в вашу сторону. А вы же долго болтаетесь между небом и землей, страдаете. Скорей бы уж все это кончилось. И если вы живы, раскрываетесь поздно – это опасно. Парашют может изработать, и люди просто вас не заметят. Милый! Кричит какое-нибудь белокурое создание. Вроде на мужайку что-то упало, но что-то киска отвечает он. Тебе показалось вот так. Вот вы всю жизнь к этому моменту стремились, а ему показалось – нет! Лучше всего раскрыться вовремя! Аплодисменты! Пусть не отчаянного, стремительного, за тяжелого полета, Когда кажется, что не вы летите, а земля опрокидывается на вас. Вдруг вспыхнут белым пламенем парашютного шелка и, покачиваясь, опуститься на мягкую землю. Из ограды появляются люди, они машут, кричат и бегут к вам. Вы вскидываете на вент распростертые ладони усталых рук, Отряхиваетесь, готовитесь к встрече и начинаете разбирать первые слова. Эх ты, распродак! Твою мать всю клубник помял! Как видите, помимо того, чтобы вовремя раскрыться, очень важно кое-что знать и уметь! Вовремя дернуть за нужное кольцо и сдуру не перепутать его с обручальным! Приземляясь, не зацепиться за дерево, а то придется ждать осени, пока опадут листья и вас кто-нибудь заметит! Правильно складывать парашют перед прыжком, а то в воздухе вместо красивого купола раскроется черт знает что! И это на глазах у всех! И еще много, много важных вещей нужно знать и уметь, потому что человек как парашют! Он всегда ответит за чью-то жизнь! Третий раунд! Через минуту! Тот самый, который решит бой! Первые два были разные! Я сажусь! Нет! Падаю над буретку в своем углу, а уже через минуту! Нет! Через пятьдесят секунд! В углу напротив! Мой противник и друг только закатов! Мягкая кошка, в которой бьешь как вату! Зато у боковые! Это все равно, что сунуть голову под вращающийся пропеллер самолета! Целень за секунд! Все знаю! Надо разрывать дистанцию чаще бить слева, слева! И снова кружить по рингу! Двадцать секунд! Нет сил! Черт с ним с этим только! Ну будет у меня не сто двадцать четыре победы! А останется как было! Сто двадцать три! Тоже ведь немало! Пятнадцать секунд! Я знаю, что и как делать! Но ведь это уже третий раунд! Мучительный, долгий и безжалостный! Тогда навстречу приходит мой друг, мой тренер, добрый и мудрый, который находит нужные слова! Встань, встань, малыш, ты мужчина и знаешь, в бою ничьих не бывает! Прошло много лет! Я уже не помню, выиграл я тогда у Тольки или нет! Но я точно помню, что я встал! И нам встал! И нам встал! А я надеюсь! Общение за ночь! И мне встал! И вот я... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok